Человек, который обидел кого-либо или навредил ему, обязан попросить прощения. В случае, если человек должен другому деньги или нанес материальный ущерб, даже если он раскаялся в содеянном, прощение наступит, пока, во-первых, он не вернет долг или не возместит ущерб, а, во-вторых, пока не попросит и не получит прощения. Если он не выполнил эти условия, то даже емкий пур не может очистить его перед небесным судом. Даже если человек не хотел специально обидеть другого или навредить ему, следует попросить прощения и сделать все возможное, чтобы тот не продолжал хранить обиду в своем сердце. Потерпевшему со своей стороны нельзя проявлять жестокость и отказываться простить, так как это не свойственно потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Поэтому, если обидчик попросил прощения раз или два, и видно, что он действительно раскаялся в содеянном, нужно простить ему. Если человек сразу реагирует на просьбу о прощении и быстро забывает о своих обидах, это достойно похвалы и уважения. Мудрецы объясняют, как можно проверить, чтобы полностью простили своего обидчика. Если вы способны молиться за него, чтобы тот преуспел в чем-либо или выздоровел, значит вы действительно простили его и освободили свое сердце от обид и негативных чувств. Есть мнение мудрецов, что закон не требует от человека такого уровня благочестия, который написано только «не мсти», то есть главное – это остановить свои мысли и не желать плохого своему ближнему. Однако заслуга человека, который нашел в себе силу полностью простить другого, очень велика, и он желанен и любим творцом. Просить прощения лучше всего самому. Стыд, который человек чувствует в этот момент, очищает его. Но если ему слишком тяжело, или он знает, что для примирения ему стоит послать своего товарища, который сможет лучше уговорить потерпевшего простить обидчика, второй вариант предпочтительный. Если человек продолжает хранить обиду и не может простить, то он обязывает обидчика сделать три попытки просить прощения. Желательно каждый раз использовать разные формы обращения и уговоров. Если после этого человек не простил, нужно подойти к десяти евреям и сказать, что вы уже попросили прощения. Нужно, чтобы люди знали, что вы сделали все возможное. После этого вы уже не обязаны добиваться прощения. Когда приходят просить прощения, необходимо рассказать, о каком поступке идет речь. Но если некоторые детали могут только вызвать обиду и повредить дальнейшему развитию отношений, о них лучше не рассказывать. Если человек обидел кого-то, он не может просить прощения, обращаясь в общей форме группе людей, в которой тот сейчас находится. Обращаться нужно непосредственно к обиженному. Человек, которого оклеветали, не обязан прощать. Но и здесь, по мере Хаседута, то есть поступая не по сухой букве закона, а стараясь выполнить западены лучшим образом, лучше простить, а не накапливать злость и обиду. Тот, кто обидел своего учителя, от которого получил свои знания в Торе, должен просить у него прощения столько раз, сколько понадобится, пока учитель не простит его. Один человек рассказал нехорошие вещи, которые не соответствовали истине, об одном из учеников раба Натана Циффинкеля, что привело к отмене помолвки того с девушкой из хорошей семьи. Но на этом все не закончилось. Поскольку ученик остался неженатым, его забрали в царскую армию, и ему пришлось пережить много тяжелых испытаний. Через несколько лет этот человек написал письмо рабу Финкелю, в котором он признал свою вину и просил учителя сделать все возможное, чтобы товарищ простил его. Учитель связался с учеником и рассказал обо всем. Выслушав его, ученик встал и сказал, «Я полностью прощаю его». Тот был очень удивлен, чтобы после стольких страданий так быстро простить, нужно обладать особыми душевными качествами и силой волей. Рафинкель обратился к ученику еще раз, «Ты действительно не хранишь на него зла?» Тот без всякого промедления повторил, «В моем сердце нет ни капли обиды, ни желания мстить, никакой злобы. Учитель подошел и поцеловал его, и назвал его настоящим праведником». Нет обязанности прощать другого человека, пока тот не раскается о содеянном и не попросит прощения, тем более, если он продолжает поступать плохо. Если обидчик говорит, «Я причиню ему боль, а потом попрошу прощения», закон рассматривает это как очень строгое нарушение, а тот, кто не прощает ему за содеянное, ничего не нарушает. Подобные мудрецы говорят и о человеке, проявившемся перед Всевышним. Если он говорил «Согрешу, а потом раскаясь», ему не открывается врат от шувы, то есть очень затрудняется возможность раскаяться. Гаон Рафихель Байнберг ехал в поезде вместе с Рафом Хаймом Соловейчиком, знаменитым раввином из Бриска. На одной из станций зашел еврей и сел рядом с Рафом Хаймом. Усаживаясь, он так толкнул Рафа, что Раф Хайм упал в сиденье на пол. На вокзале в Бриске собралось много евреев, ожидавших приезда знаменитого Рафа Соловейчика. Неосторожный попутчик заметил, что происходит, и понял, что рядом с ним сидит уважаемый человек. Он повернулся к мудрецу и начал просить прощения. На удивление, мудрец ни под каким предлогом не соглашался принимать его извинений. «Ты просишь прощения только после того, как узнал, кто я. Значит, все твои извинения обращены не к бедному еврею, ехавшему в поезде, а к важному раввину. Как же я могу простить тебя?» – объяснил он. Только после того, как попутчик пообещал, что будет относиться с уважением к любому еврею, даже самому простому, Раф Соловейчик согласился простить его. Иногда человек преследует определенную цель и специально делает вид, что не прощает обидчика. Если он это делает для того, чтобы избежать возможных неприятностей, которые могут возникнуть сразу после перемирия, или это является частью воспитательной работы, запрят не нарушается. Если обидчик-нарушитель действительно сожалеет о случившемся и раскаивается, необходимо убрать из сердца всякую ненависть, даже если вы не сообщаете ему о прощении. Разрешается напоминать человеку о подчиненном ущербе и о своих денежных претензиях по этому поводу, когда тут приходят просить прощения.